Каждая народность имеет свои особые привычки, которые их и отличают. Сегодня поделимся своими наблюдениями, которые свойственны туркам, которых нет, например, у нас. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Начнем. Надеяться на что-то такое, что может наладить даже непоправимую ситуацию. Для этого они используют целый ряд выражений. Например, Халадерис, дословно, мы справимся с этим. Биршей Олмаз, что-то должно случиться. Бующий Банабирак, оставь эту работу мне. Иншаллах, с надеждой. Никогда не говорят однозначного нет. На этот случай у них полно слов, которые обозначают вроде бы и отказ, а вроде бы и не отказ. Но однозначного нет ты никогда не услышишь от турков. Добавлять лимоны в салаты, в супы, в холодные и горячие блюда. Поливают лимоном мясо, пиде. Вместо заправки салаты поливают лимоном. На рынке лимоны скупают килограммами. А еще в магазинах огромный выбор готового сока лимона. И в стекле, и в пластике. Я впервые, когда это увидела и попробовала, теперь пиде, это такая лепешка с мясным фаршем, приготовленная прямо в печи, не могу есть, не полив лимонным соком. Это очень вкусно, прям пальчики оближешь. А еще стала заправлять салат лимонным соком, в котором много разной травы, мне очень нравится. Есть хлеб в свежем виде, в первый же день, когда его испекли. Хлеб здесь покупают каждый день по несколько булок. Использовать томатную пасту в приготовлении холодных и горячих блюд. С томатной пастой готовят практически все блюда. Но, должны отметить, что томатная паста здесь сильно отличается по вкусу от привычной, например, в России. Это, по сути, мелкомолотый помидор. Выбор разной томатной пасты, в разной таре, разных объемов, тут огромный. Есть прям жидкая, которая прямо настоящий перемолотый помидор. Например, вот такая. О, вот такая вот вообще огонь. Прям помидор просто. Помидор. Я обожаю томатную пасту, и мы всегда ее покупаем много. И большое количество блюд стали готовить прямо с ней. Турки считают, что если блюдо бесцветное, то вроде бы уже и невкусное. Следующее, это нескромность. Турки легко могут спросить незнакомого человека, где он работает, а где работает ее муж. Или жена. А где его родители. Откуда он вообще родом. И это не будет считаться покушением на твою личную жизнь. Или чем-то неприличным. У них вообще нормально. Да, они тебе могут сказать, типа, а вот твой сын-то намного страшнее, чем сын-то твоей сестры. А ты так вообще такая толстая стала не то, что твоя мать. А помнишь, как на фотке мне Одесса сказала, типа, вот ты там была толстее, чем сейчас. Да, да. Следующий пункт, это торговаться во всем. Даже тогда, когда казалось бы, точно никто тебе цену не сбросит. Все равно турок попробует поторговаться. А вдруг можно урвать скидочку. Следующая их особенность, это необязательность. Не удивляйся, если ты договорился с местным о чем-нибудь. И назначена, например, встреча. На нее никто может не прийти. Или в лучшем случае опоздать. Или местным может пообещать, но немного подзабыть о своем обещании. Для турков это нормально. Они очень не любят строгих рамок и ограничений. А любят размеренно жить и вообще никуда не спешить. В Турции у местных есть свои турецкие 5 минут. Если у нас за 5 минут можно сделать много, то за турецкие 5 минут можно сделать прям, ну, очень много. Поскольку, когда они закончатся, не может знать никто. Эти 5 минут могут растягиваться на час. И это вполне нормально здесь для местных. Расскажи, а какие национальные черты ты замечал или замечала в турецких жителях? Обязательно подпишись на канал, ставь палец вверх, чтобы больше людей увидели это видео. Свои вопросы задавай в комментариях. Там же делись своими размышлениями по поводу национальных черт, которые тебя удивляют в Турции. А также в описании под видео указана наша почта, куда можешь прислать анонимный вопрос, если хочешь, конечно. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok